Умники малого и среднего предпринимательства, обратите внимание на слайд, несмотря на определенные трудности в экономике, этот показатель у нас с вами в последний год достаточно стабильный, ежегодно растет и доля налоговых поступлений в городской бюджет. По итогам 2016 года она составляет около 34%. Представьте, мы собираем во всей уровне бюджета на территории города более 30 миллиардов, 34% леково считывается, поэтому это вклад малого бизнеса в экономику и в налоговую систему Российской Федерации, Республики Татарстан и города Набережной Чумы. Хочу подтвердить, мы нижневенцы, это подчеркиваю всегда, даже если мы получаем определенные субсидии, на выполнение наших муниципальных полномочий, это наши с вами деньги. Наш бюджет у нас, если округлено, порядка 8 миллиардов рублей. Из них 3 миллиарда мы непосредственно нам оставляют в нашем бюджете, остальное мы набираем за счет субсидий. Я хотел бы здесь все точки надверо оставить, чтобы все четко и ясно понимали. Мы платим аккуратно народу местный бюджет, республиканский и федеральный. Доля оборотов малых и средних предприятий за последние 5 лет увеличилась, составила сегодня до 28% и составила 162 миллиарда рублей. Обратите внимание на слайд, что же очень яркая картина характеризует вашу работу, нашу с вами совместную работу. Важно и особенно важно, что растет доля обрабатывающего производства 14,2%, обратите внимание на слайд, до 16,7%. Это реальный сектор производства. Это не купи-продай или перепродай, хотя это тоже бизнес. Но если растет доля реального производства, это хороший показатель. Это напрямую, на наш взгляд, связано с программой финансовой и инфраструктурной поддержки наших малых и средних промышленных предприятий и компаний. За последние 5 лет 180 компаний, по отчетке 180 компаний, получили субсидии по программам Министерства экономики Республики Торстан на сумму более 370 миллионов рублей. Когда мы говорим, чем государство поддержало, я всегда говорю, да, может быть, эта поддержка не та, чтобы всех осчастлили, но нужно смотреть на табло. Табло говорит о том, что эта сумма немаленькая для поддержки тех, кто хочет работать. В текущем году по программам Литингранд социального предпринимательства в городе получит субсидии, но из-за республиканского бюджета на сумму почти что 50 миллионов рублей. Если быть точным, 47,6 миллиона рублей. Конкурс объявлен, нужно проснуться. Прием заявок начинается с 1 июня. И, естественно, каждый из здесь сидящих имеет уникальную возможность заявиться и получить соответствующую финансовую поддержку в рамках тех программ, которые есть в Министерстве экономики. Еще одним подспорьем для бизнеса является участник наших челнирских компаний государственных и муниципальных заказов. Тоже посмотрите, пожалуйста, на экран. В муниципальном заказе доля составляет 86%. Это тоже ответ на вопрос. Нужны ли малые компании и как они участвуют в муниципальном заказе? Нужны. Резервы есть. 86%, хоть еще не 36%. Поэтому, милости просим, при соответствующей подготовке и квалификации мы готовы рассмотреть все ваши предложения, воспользоваться вашими продукциями услугами, у нас для этого есть финансовые ресурсы, есть определенный порядок участия в муниципальном заказе, и каждый из вас может эту мечту свою, участвовать в муниципальном заказе, в КОИПО. Естественно, приобретение городом набережной, чемный статус территории, опережающейся социально-экономическое развитие, сегодня позволяет нашим предпринимателям получать дополнительные преференции федерального, республиканского уровня. Таких преференций в других городах Республики Татарстан нету, да и в России таких городов немного. По результатам 2016 года было сказано, что мы имеем сегодня 9 предприятий резидентов. Это компания Хайер, агропромышленный комплекс Камский, Техноанод, Темпа, завод по области хоккейных плюшек Заряд, Полихим Системс, ТЭСК, ТАП Климат МАШ, и предприятий Венские Вавку. На сегодняшний день инвестировано в экономику города более 8 миллиардов рублей, создано с нуля новых, 2000 новых рабочих мест, естественно, идут хорошие поступления в местный бюджет. Мы применяем все возможные инструменты для максимального привлечения инвестора, пока мы считаем недостаточно, но сегодня уже, как говорят в месте ожидания, находится порядка 30 потенциальных резидентов на территории оближающего социально-экономического развития со всеми вытекающими отсюда последствиями. За отчетный год наш город очень активно работал и работает с Фондом развития моногородов. За последние три года из Фонда развития моногородов в наш с вами город было привлечено более 2 миллиардов рублей, из них на реконструкцию дорог, инфраструктуры в промышленной зоне 756,5 миллиона рублей. Это ответ на вопрос, что мы сделали за два года в плане улучшения инфраструктуры дорог в промышленной зоне. Ваш вопрос без ответа не остался. Мы занимались привлечением денег. Да, все дороги за два года ремонтировать невозможно, но вы сами видите, что движение пошло. И эти дороги вы все прекрасно знаете. Улица Моторная, металлургическая, производственная, трудный проезд. Вы чувствуете, как родной фамилии и отчество мы знаем все эти проблемы, потому что мы ими занимаемся. В этом году улица Промышленная. В прошлом году более 200 миллионов рублей мы привлечены средства из республиканского бюджета на ремонт дороги БСИ. До этого 200 миллионов на лесоцех. Поэтому, когда мы говорим о привлечении средств, мы этим делом занимаемся. Кроме этого, на развитии двух промышленных парков, имея в виду гипмастера развития, мы смогли получить с фонда моногородов, это федеральные средства, естественно, при помощи депутата Государственной Думы, федерального собрания, Ольфея Гумарна, тоже. К этому приложила очень-очень серьезные усилия и руку. Более 1 миллиарда рублей. Это шестая очередь гипмастер. Ни много, ни мало 898 миллионов рублей. И промпарк развития. 151,2 миллиона рублей. Буквально неделю назад наблюдательным советом фонда развития моногородов было принято еще одно положительное решение о поддержке нового Ченгинского проекта. Создание террористного металлообрабатывающего центра по очистке металла. Проект тоже здесь на выставке представлен. Каматраин Катарстан. Сумма из фонда моногородов 228 миллионов рублей. Нам очень важно, мы считаем, участвовать во всех наших федеральных и республиканских программах. Это было прописано в решениях съезда в 2015 году. И мы можем сегодня отчитаться и сказать, что более 90% всех тех предложений, мероприятий, которые мы с вами запланировали, принимали в резолюции 2015 года, они выполнены. Есть и невыполненная часть, о ней тоже сегодня будем говорить, и на пленарной части, и на оседание секции. Поэтому, думаю, что сама жизнь корректирует все наши с вами совместные действия. Естественно, мы на все эти вызовы времени вместе с вами будем реагировать. Завершая свое выступление, я считаю, что, повторю еще раз, должен состояться заинтересованный разговор, критикуя те или иные наши действия и бездействия. Мы хотели бы, чтобы вы и предлагали, как выходить из той или иной ситуации, что необходимо сделать для того, чтобы и дальше бизнес в городе Набережной Чинной активно развивался. Естественно, все это создавало бы хорошую обстановку в нашем с вами городе. На этом я свое выступление завершаю. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое за новые данные и ответственность и готовность к диалогу. Наш съезд действительно должен стать площадкой для выпадки, прежде всего, совместных решений и коллегиальных обсуждений вопросов о будущем предпринимателе. И большую помощь в этом могут оказать и модераторы, и эксперты, и депутаты всех уровней, и предстоящие круглые столы, которые нас ожидают. Мы очень рады, что в работе нашего съезда принимает участие депутатка Старственной Думы Российской Федерации 7-го созыва Кагогина Альфия Гумаровна. Спасибо вам большое. Альфия Гумаровна, вопрос будет к вам. Скажите, пожалуйста, какую роль, по вашему мнению, играет предпринимательское сообщество в России, каковы факторы его развития? Спасибо. Спасибо большое. Ну, предпринимательство – это, конечно же, огромный класс, и класс, рождающий инноваций, самопередоводчик. А вот это самое рискованное решение. Вначале находит апробацию в малом и среднем бизнесе. То есть в России мы знаем, что 6 миллионов предпринимателей, 6 миллионов, и вклад примерно 20% в ВВП, это, конечно, сегодня для России очень мало. В Челнах 30% хорошо, тоже мало. Президент России Владимир Путин поставил задачу в стратегии довести этот уровень до 40%. Мы знаем, что в разных странах это 50%, 60% и 80% доли малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте. И чем выше доля малого и среднего бизнеса, тем экономика более устойчива, так как малый и средний бизнес, конечно, более мобилен. Что мы делаем для того, все вместе, в том числе и законодатели, и федеральные законодатели, чтобы эту цель выполнить? Но, во-первых, впервые был утвержден стратегический документ стратегии развития малого и среднего бизнеса до 30-го года. Вы знаете, что для стимулирования, для расширения рынка для малого и среднего бизнеса был принят федеральный закон. И мы определили минимальную квоту не только в закупках муниципальных, не только в муниципальных, государственных и региональных закупках, но и в государственных компаниях, компаниях с госучастием, а это огромные деньги. Сейчас 15% минимум своих бюджетных закупок все компании с госучастием должны направлять именно на малый и средний бизнес. Это триллионы рублей. И я думаю, что вы пользуетесь предпринимательной обещанной этим инструментом и можете продвигать свой товар. Регионам представляется из федерального бюджета субсидии, гарантии, микрозаймы на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Но в 2016 году это более 11 миллиардов рублей. В 2017 году планируется из федерального бюджета направить на поддержку малого и среднего бизнеса порядка 30 миллиардов рублей. Корпорации малого и среднего бизнеса совместно с Банком России реализуют программу 6.5. В рамках данной программы представляются льготные кредиты на приобретение основных средств, пополнение оборотных капиталов, модернизацию производства. В 2016 году эта цифра превысила 125 миллиардов рублей. Я думаю, что в республике Татарстан только за первые кварталы 2017 года выдано льготных кредитов на сумму более 18 миллиардов рублей. Свыше 350 миллионов рублей, всего по России 18 миллиардов миллиардов рублей. Наконец, мы оградили законодательным, федеральным законом бизнес о бесконечных проверках. Теперь реестер находится у прокуратуры, и прокуратура четко следит за тем, чтобы бизнес не кошмарили, а не кошмарили. Казаха очень ярко выразился, например, товарищ Медведев на встрече с предпринимателем. Тем не менее, все вроде бы хорошо и делается правильно, эти наши шаги воспринимаются предпринимательским сообществом замечательно, но есть одна цифра. Я хотела бы, чтобы мы сегодня здесь и попритиковали. Тем не менее, темпы развития предпринимательства у нас очень невысокие. Всего 3-4% всех предпринимателей переходит рубеж в 3 года. Что случилось? Почему в России есть такие цифры? Значит, есть проблемы. То есть 3-4% предпринимателей живут больше, чем 3 года. Так вернемся к тем мерам. Представляются регионам субсидии в виде гарантии микрозайлов 11 миллиардов. Это очень мало. Вчера мы на встречании президента говорили, что минимум в два раза надо бороться за то, чтобы эту сумму, этот объем увеличить в минимум в два раза. И я думаю, что Кадыки Тарстана поддерживают принятие. Корпорация МСП, кредит 6,5. Но он превращается, я понимаю, в 11% для малого бизнеса и для среднего бизнеса в 10,5-10%. Поэтому это уже деньги достаточно серьезные, которые тяжело окупать. Это уже не 6,5%. Опять же, на различных уровнях, надеясь, что в надежных челнах Тарстана нет, но в регионах оградили от проверок, мы запретили увеличивать налоги, но тем не менее есть постоянные требования на контрольно-надзорных органах, которые предприниматели должны выполнять. Большой объем неналоговых платежей, устанавливаемых региональными местными властями, поборы, которые тоже мешают развитию. И что мы в результате имеем? Мы имеем, что у нас достаточно большой объем теневого бизнеса. Мне кажется, с моего зрения, что те предприниматели, которые не проходят рубеж в год, уходят просто в теневой бизнес. У нас сегодня в России 16 миллионов человек в теневом бизнесе. Это пятая часть работоспособного населения. Что мы для этого сделали? В прошлом САЗЭДе мы подняли этот вопрос. Федеральным законом мы вели налоговые каникулы для самозанятых, вы знаете, да? То есть первые несколько лет заявительным порядком предприниматель заявляет в налоговую инспекцию, работает официально, не платит налоги, а потом уже привыкает и переходит либо на патентную систему, влип на комфортную систему налогообложения. Но это всего лишь три профессии. Это у нас правительство наделило какие профессии? Няне-сиделки, репетиторы и граждане, занимающиеся уборкой. А такие, как те, кто занимаются ремонтом квартиры, это 15% по оценке теневого бизнеса. Программирование компьютерной помощи, 11% по экспертным оценкам, это дизайн, 10%, они не попадают под действие федерального закона. И вот вы сегодня на дискуссионной площадке тоже, я вас прошу, обсудите, пожалуйста, что сделать, чтобы микробизнес, вот такой вот совершенно маленький индивидуальный предприниматель, чтобы вышли из теневого бизнеса и стали нормальными предпринимателями, сидящими здесь в зале, что нужно сделать. Нужно ли расширить перечень федерального уровня? Мне кажется, что да. Если вы меня поддержите, значит, мы будем работать в этом направлении с своими коллегами-депутатами. И мне кажется, что увеличить перечень видов деятельности, попадающих под деятельность самозанятых граждан, это была очень хорошая идея. Но мне как, вот на самом деле, я стою, знаете, на каком мнении, что для предпринимателей сейчас поддержки достаточно оказывается. Нужно поднять статус предпринимателя. Вот не хватает такого вот общественного одобрения предпринимательской деятельности. Ведь мы видим вопросы среди старшеклассников, на вопрос, с кем вы хотите работать после того, как закончите престижный гос, кем вы хотите, где вы хотите работать, большинство называют это госконфорации, это министерство, ведомство, чиновники. То есть молодые люди хотят идти в чиновники. А нам хотело, чтобы большая часть молодых людей с прекрасным образованием реализовали свою предпринимательскую инициативу, которая присуща русскому человеку, российскому человеку. И обязательно молодые люди, чтобы создали что-то новое, продвигая себя, улучшая свою жизнь. И свою страну. Вот мне кажется, такие формы и успехи нашего города именно способствуют тому, чтобы престиж предпринимателя именно поднимался на додолженого уровня. Уважаемые друзья, коллеги, соратники, именно так я вас считаю. Большое спасибо за руководство города, руководство республики, за организацию такого прекрасного мероприятия, за то, что пригласили меня. Я тоже хотела провести обращение, но решила все-таки приехать и выступить сама, чтобы предложить вам несколько новелл и послушать, получить обратную реакцию. Спасибо большое, хорошего вам обсуждения, ярких дискуссий и выработки решений, которые мы могли бы реализовать на флага российского и торсовского предпринимателя. Заинтересованность власти и бизнеса друг в друге является, прежде всего, основой их взаимодействия в рамках негласного договора, и таким образом, совместными усилиями действительно можно обеспечить единое экономическое пространство и благоприятный деловой климат. Тимур Дмитриевич, вопрос будет к вам. С 2013 года у нас реализуется проект под названием «Бизнес и власть. Откровенный разговор». И каких результатов удалось достичь за прошедшие три года и планируете ли вы развивать новые направления в организации и взаимодействии бизнеса и власти? Пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу всех приветствовать. Я уже приветствовал с трибуны от лица М. Мургалевича. Сейчас он мне персонал, когда без слова. Соответственно, я рад приветствовать всех на сегодняшнем мероприятии. Не первый раз оно проходит. Я помню, несколько лет назад было очень жарко выгодно. Мы здесь пиджаки сняли, но было все равно очень жарко. И тем не менее, несколько часов работали здесь, на принарке. И, в принципе, тот настрой деловой, активный, иногда даже с таким, иногда лишним даже, как сказать, с задором и азартом, который присутствует на любых деловых мероприятиях. Ну, лишний я, в кавычках, говорю, то есть это просто уже мы начинаем по кругу иногда ходить с вами, коллеги, по некоторым вопросам. Он всегда присутствовал. Сегодня он, безусловно, тоже ездит с набережной в шелнах. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что действительно проект бизнеса «Вас открытый разговор». Это одно из направлений деятельности Института Уполномоченного в Республике Татарстан. Мы его начали реализовывать по получению Рустана Галевича в свое время. Сейчас вот достаточно много говорится о разных вопросах, которые волнуют бизнес. Только что Альдия Гомбаровна достаточно подробно рассказала о том, что делается на федеральном уровне, как это видится, все проблемы и какие есть тренды и направления действий. Илья Гомбарович подробно рассказал про деятельность на территории набережной шелнов. И действительно, цифры достаточно показательные. Они говорят сами за себя. Доля растет, пусть не теми темпами, как хотелось бы, но мы всегда хотим больше. Тем не менее, есть там серьезные формы поддержки и так далее. Но могу сказать, что одной из основных ключевых проблем до сих пор, отвечая на, в частности, вопрос Афигу Марнуваш, почему же вот так, является отсутствие, ну если хотите, вот как бы небанально это звучало, понимания друг друга и нормального диалога между властью и бизнесом. Это проблема, с которой мы сталкивались давным-давно. Продолжаем мы с ней работать и по-прежнему мы с ней очень активно сталкиваемся. На самом деле, часто бизнес и власть говорят совершенно на разных языках, совершенно разные KPI. То есть внешне у нас сейчас такая появилась оболочка, такая, знаете, красивая оболочка у конфеты или у торта, когда мы вроде бы стали хорошим тоном сегодня встречаться на подобных мероприятиях. В рамках нашего проекта «Бизнес-власт откровенный разговор» приглашать первых лиц, Министерства, ведомств, президента Республики Патарстан, мэров городов на открытые диалоги с бизнесом. И это сегодня стало действительно предметом хорошего тона. Однако за кулисами остается, скажем так, огромное количество задач и вопросов, которые чиновники, решая, немножко забывают о бизнесе. И рассуждения бизнесмена, они всегда непонятны представителю власти, а рассуждения представителю власти непонятны бизнесу. По самом деле, этот проект, если отвечать на вопрос, чего удалось достичь, мы считаем, что основная задача его была выстраиванием этого диалога, учить по большому счету власти бизнес говорить на одном языке, уважать друг друга и, самое главное, понимать мотивацию тех или иных, почему они делают так, что они за этим видят, как они оценивают те или иные действия друг друга. Вот это вот ключевая задача, с которой мы работаем. И я считаю, что то, что сегодня, еще раз повторяю, в Татарстане, открытый диалог власти и бизнеса, постоянное общение, обмен, замер настроений, там все стараются почувствовать климат. Ольфер Главанов, вы в завершении сказали даже про то, что решили приехать, чтобы почувствовать настроение. Вот это вот одна из ключевых задач, которые решает этот проект и продолжает решать. Сегодня мы продолжаем работать над развитием взаимоотношений между властью и бизнесом. Для этих целей у нас существует сегодня совет по предпринимательству при президенте Республики Барстан. Это по своей сути проектный офис, но проектный офис не только органов власти, это проектный офис бизнеса, который позволяет предпринимателям, в том числе сидящим здесь в зале уже, тем, кто работали в рамках совета по предпринимательству, решать свои проблемы, находить решение своих проблем вместе с органами власти на одной площадке, если хотите, то есть бок о бок, лицом к лицу, выстраивать диалоги, обсуждать проблемы и, самое главное, находить их решение. Мы всегда верили, и я имею опыт работы муниципальной, могу сказать, что, как правило, просто нет коммуникации нормальной. Действительно, люди друг друга понимают, если посадишь за один стол переговор. И никогда ни один представитель органа власти, он, по большому счету, не хочет ничего плохого для бизнеса. Просто есть разобщенность, непонимание, еще раз повторяю, разные задачи. Достаточно бывает обсудить, поговорить, понять общее видение проблемы, и решение часто находится само собой. Так вот, над этим вместе с коллегами мы сегодня активно работаем, потому что, с одной стороны, у полномочного есть определенные полномочия, права, защищать права бизнеса, защищать их жестко, защищать, требуя соблюдения интересов. Очень активно в этом вопросе нам помогает прокуратура Республики Татарстан, ключевые союзники сегодня. Но выстраивание диалога – это все-таки более правильный путь. Иногда, конечно, приходится привлекать вместе с прокуратурой, просить ее привлечь к ответственности, дать предписание, пойти в суд. Но наша задача все-таки найти те решения, те подходы, которые будут устраивать все стороны. И вот это вот наша ключевая задача, которую мы решаем. Здесь я хочу отметить то, что в набережной Челнах мы с Нагим Борчем вместе проходим такой тоже непростой путь эволюции, который никогда не остановится. Власть постепенно будет трансформироваться, потому что и бизнес трансформируется. Но здесь вот на территории набережной Челнов нам всегда удается реализовать такие по-настоящему эффективные открытые диалоги. Здесь власть не закрыта. Примеры вот этих ваших субботних встреч, я их везде привожу и говорю, что это тот пример, когда власть выделяет бизнес в отдельную группу. Не так, что там есть прием граждан во вторник, приходи, записывайся, пройдешь там 10 контрольных точек, фейс-контроля, и потом ты попадешь ко мне, и мы с тобой поговорим. Здесь бизнес выделена в отдельную группу, с которой отдельно ждется работа. И это по большому счету во многом залог того, что здесь и доля растет, и дальше будет развитие, как бы каких бы проблем ни было. Я знаю, проблем много. Многие предприниматели сейчас могут встать, наверное, и сказать, да вы вот, там, знаете об этом, земля, я не знаю, имущество, налоги, платежи, контрольные органы. Да, проблем бесконечно много, но если есть канал их решения, именно такого легального решения, открытого, это самое главное, и это, поверьте, трансформирует и отношение власти, и отношение чиновников к проблемам бизнеса. На самом деле, сегодняшнее мероприятие, я думаю, что основным его результатом будет то, что власти бизнеса станет ближе и будет лучше друг другу поднимать. В принципе, все. Спасибо. Спасибо огромное. Возвращение результатов, любой деятельности они должны быть, и вот подтверждением результатов является деятельность проекта «Бизнес-властер-кагнер-разговор», подтверждением благодарности за стабильную и эффективную работу Института и полномоченного Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, которые вы получили из рук уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Юрьевича Титова. Давайте поздравим с этим Тимур Дмитриевича. Спасибо. Ну и сегодня в процессе спичи уже мы услышали акценты по поводу развития моногородов, как раз об этом хотели бы отдельно затронуть эту тему. В Республике их у нас шесть, согласно утвержденной стратегии развития МСП до 2030 года, среди основных направлений поддержки и развития предпринимательства на территории моногородов является, цитата, «стимулировать создание производств с высокой добавленной стоимостью», поддержка видов деятельности, не связанных с высокими стартовыми затратами, а также увлечение малого и среднего предпринимательства в решение актуальных социальных задач. Отсюда возникает у нас вопрос. Наталья Александровна недавно правительство страны анонсировало принятие программы комплексного развития моногородов. И вот какие основные задачи нужно решить, чтобы приставка «мон» у нас в итоге превратилась в приставку «стерео» и какие институты занимаются реализацией данной программы на федеральном и республиканском уровне, и когда, с вашей точки зрения, можно ожидать первых результатов. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые предприниматели. Мне очень приятно сегодня быть здесь и видеть все ваши лица. Я была здесь ровно два года назад, когда вы проводили этот след впервые. И очень много из тех задач, которые тогда ставились перед государством, как раз касались статуса «моно-города». Тогда мы еще не очень хорошо понимали, что это такое в масштабах страны. Сейчас я немножко вкратце попробую описать, что такое моногорода в масштабе страны. Их 319. Это много. Из них в красной зоне порядка 100. Из этих 100 каждый седьмой житель живет в набережных челнах. Таких, как набережные челны, всего два. Набережные челны – итальяльцы. Это самые крупные моногорода в стране, и к ним приковано особое внимание федеральное правительство, ну и, конечно, правительство республики. Всего моногородов в республике не 6, а 7. Я думаю, что вы забыли Камские поляны. А они тоже, между прочим, моногород. Это сухая цифра, 7. В этих 7 моногородах живет более миллиона наших с вами сограждан, жителей республики Татарстан. Миллион пятьдесят две тысячи человек. Страшная цифра – это больше, чем 25% жителей республики. Для того, чтобы каким-то образом помочь этим людям, этим городам улучшить социально-экономическое положение, была разработана достаточно большая программа, и для чего она работает именно с набережных челнов. Здесь мы как раз два года назад в этом же зале обсуждали те меры поддержки, которые, возможно, в ближайшее время нам удастся получить. Это строительство инженерной инфраструктуры, это получение статуса территории оближающего развития, это объединение наших городов в территориально обособленные инновационные центры на Кам. Тогда это все были бумаги, документы, которые были в проектах, они обсуждались, и мы искренне, с блеском в глазах верили в то, что это получится. У нас прошло два года, мы сегодня подходим к итогам. И, наверное, самая приятная мысль, которая была у меня, когда я сюда ехала, это то, что все, что мы запланировали и все, что у нас было в идеях, оно все реализовалось. Вот за эти два года мы получили распоряжение правительства России о создании Центрально обособленного инновационного центра на Кам, это случилось прошлым летом. Мы получили статус территории оближающего развития в первой стране. Эта территория, оближающая социально-экономического развития, она не просто первая, она лучшая. На сегодняшний день 36% всех резидентов всех территорий оближающего развития размещаются именно в моногороде набережной Чулны, в Таслее набережной Чулны. В ЮАБУГе у нас лучшая особоэкономическая зона, она лучшая в стране из всех особоэкономических зон. Сейчас мы планируем создание двух новых территорий оближающего развития, которым мы уже подали документы на эконом-развитие, это Нижнекамск и Орд Чистополь. В ближайшее время будут и другие. Что касается инженерной инфраструктуры, как уже сказал Наиль Гамбарович, построили дороги в Промзума, не получили деньги на Китмастер. Но зачем это все? Город — это не совсем только экономика. Мы сегодня очень много говорим о предпринимательстве, об экономической стороне предпринимательства, да, конечно. Но недаром в стратегии Республики Татарстан до 30-го года в центре вообще всей стратегии развития Республики стоит человек. Человек и обеспечение для него качества, жизни и среды. Вот именно на этом я хотела бы сделать акцент, потому что да, создали хорошие условия. Есть программа поддержки малого бизнеса, о которой вы сегодня еще очень много услышите. Есть налоговые льготы, особые зоны, территории, промышленные парки, льготные кредиты. Создали много предприятий, но на этих предприятиях должен кто-то работать. Кто эти люди, которые придут работать? Это жители города. Но эти жители города, которые должны работать на этих предприятиях, они должны где-то жить, они должны где-то учиться, должны лечиться. Они должны ездить по удобным и качественным дорогам, они должны проводить свой досуг в комфортных парках и скверах. И именно такой была создана комплексная программа развития моногородов, чтобы не фокусироваться только на той части, которая касается экономики. Потому что экономика – это очень узкая часть жизни города. Она, безусловно, абсолютно необходимая, но самих промышленных предприятий недостаточно для того, чтобы город был живой, чтобы люди сюда приезжали, жили здесь и развивали этот город, взывая экономику его и предпринимательство. Когда Альфия Кумарова говорит о том, что мы хотим, чтобы предпринимателей становилось больше, это в первую очередь говорит о том, что город, в который они приедут жить и работать, либо не уедут, либо приедут.